Так, сегодняшний бомжи-лук. Я, собственно говоря, вам не фуфайку и не лосины собиралась показывать, хотя почему нет. Фуфайка, из которой я не вылезаю, вот эти базовые фуфайки, которые, надо бы, конечно, её погладить, но я гладить не буду, поскольку я в люди особо сегодня не выхожу, мне чисто прогуляться. Вайкики Бэйсик и достала, из шкафа нашла, кстати, в залежах одежды, мне классную жилетку. У нас сейчас такая погода, ну, как раз-таки для жилетки. Zara Man. Я обожаю мужскую одежду, она качественнее, и как раз-таки она мне закроет пах и попу. У нас ходят в лосинах с открытым пахом, с открытой попой, и в кроп-топах даже ходят. До этого всё доходит, но я всё-таки люблю хотя бы, когда мне пах наполовину хотя бы прикрыт, то есть не совсем так явно открытой, я себя чувствую очень незащищённой. Я не знаю, у меня вот какой-то есть такой пунктик, что всё-таки лосины – это не совсем брюки, даже если они плотные. Да, размер к слову XXL. Можете себе представить, насколько мы полюбили оверсайз? То есть, если это мужской XXL, то мне он какой-то, 10XL, что ли. Я вот не очень понимаю, что это. У нас ни по одному прогнозу нет дождя, ни по одному. Бельё на балконе сохнет, и вот эта угрожающая туча мне совершенно не нравится. У нас, кстати, невероятный холод, доносится музыка с чьей-то свадьбы, люди всё равно женятся, несмотря на корону, и правильно делают, я так считаю, потому что, когда всё это закончится, вообще непонятно. Блин, начался ветер ужасный. Я пытаюсь как-то звук настроить, чтобы вы вообще меня слышали, но боюсь, что мои съёмочки сегодняшние провалятся. Короче говоря, добро пожаловать в понедельник. Пока никаких новостей о закрытии или открытии границ нет. Кстати, друзья, вы мне пишите, пожалуйста, не поесть такое. Это неподтверждённая информация. Смотрите, блин, до меня капает. Всегда так, я собираюсь заняться чем-то полезным. Начинается дождь. Это неподтверждённая информация, это не точно. Да, это не точно. Да, нет официального заявления, но новость в первой пятёрке Яндекса просто так никогда ещё не появлялась. Редко бывает такое, что новость о постили. Ой, и потом всё отменилось. Раз, два. Я не подливаю масла в огонь, я сама в таком же огне, девчонки. Я так же переживаю. Я ничего не могу спланировать. Абсолютно ничего. И я так же раздражаюсь. Но я просто вам этого не показываю, на самом деле, потому что не имею права. Жить в новых условиях можно. И жизнь продолжается. И вычёркивать там два года этой пандемии из жизни тоже неправильно. Но есть вещи, которые реально бесят. Потому что начались опять там какие-то политические игры. Вот хочется аккуратненько об этом рассказать, но аккуратненько не получится. Там опять треугольник Россия, Украина, Турция. И, соответственно, вот получайте. Вот вам ответ. Вот, да, Турция непригодна для туризма. Вспышка заболеваемости. Вчера моя мама мне звонит. Чуть ли не в слезах. Маша, я так за вас переживаю. У вас опять вспышка. Я говорю, мам, ну ты рассуждай вот логически. Какая может быть вспышка, если вы не сидите дома? А мы сидим дома. А мы сидим дома уже хрен знает сколько. Ну вот, сказали же по телевизору. Вы понимаете, что вот эта игра на нервах обычного народа. Всегда играются политики, а люди обычно и страдают. А мы сидим и ждём с вами вечерних новостей. На меня капает уже, но я упорно. Упорно иду вперёд. Значит, сегодня я пойду в Буалар. И хочу посмотреть краску рыжую. У меня цвет как-то очень быстро смывается. В этот раз, наверное, покрашусь поярче. Я надеюсь, что я не дышу в микрофон. Потому что настроить звук при таком потоке машин сложно. В итоге идёт очень сильный дождь. Я вот уже почти дошла до Буалар. Ещё чуть-чуть мне осталось. Я не знаю, стоит ли вернуться или нет. Но я вот уже вся мокрая. Смотрите, я вся мокрая. Вот мне сюда надо. Сюда. Это мы рай. О, они поменяли баночки. Ну да, это дешевле, наверное, упаковка. Выгоднее в пакете, нежели в пластиковой тубе. Так, появилась краска для муравей. Раньше не было, кстати. Вот это меня ещё заинтересовало. Flashy colors. Полустойкий краситель. Может быть, мне взять красный и в красный покраситься. Вот это, наверное, для блондинок пепельный. Розовый. Розовый мне не выйдет. Сейчас посмотрим, что это. Так, ну, наверное, это слишком. Очень сильно красный. Coral red. Наверное, это на лето будет классно. Ну, страшновато. Нет, я, пожалуй, побуду ржавой лучше. Раньше я всегда красилась вот этими красками. Мне очень нравилась L'Oreal Casting. Но она седые волосы, мне кажется, не закрасит. И мне нравилась ещё она вон там. Garney Color Natural. Супер. Ну, сейчас я подсела вот на него Color. Взяла две шестёрки Oxide. О нём волосы лучше. И Calanhoa я взяла на балкон посажу. В Турции, друзья, очень классная бытовая химия. И доступная по цене. Очень насыщенная, вкусно пахнущая и рабочая. Могу вам порекомендовать Asperox Sarigüch. От жира, от пятен, от всего. Смотрите, для всего подходит. Для мотоцикла, для сада, для плиты, даже для белой одежды. Есть мыло для кухни. Но я предпочитаю руки мыть в Ferry, кстати. Ферия отлично смывает микробы и коронавирус. Уже были такие исследования. Смотрите, сколько пахучек всяких. Сколько всяких штук для матья пола. Я просто это обожаю. Я обожаю химию. Появилась в продаже Dual. Оригинальная зубная паста. С месваком. Известный мусульманский. Мусульманская зубная щётка. Не знаю, какую-нибудь, наверное, себе возьму сейчас попробовать. Не могу решить, какую медовую. Наверное, это странно для зубной пасты. Как это называется? Вот эта вот штука, как называется, скажите мне. Воздика. Посмотрим. Смотрите, а вот этот вариант с зубной щёткой. Мне приглянулось мята и шоколад. Но там мяты и шоколада не было. Я хочу мяту и шоколад. Но мне не нужна зубная щётка. Я очень здорово оторвалась. Так, меня хоть слышно или нет? Кстати, Памук погрызла микрофон. Это не я, это Памук. Я так люблю все эти баночки, все эти скляночки, все эти... Эту всю химию турецкую просто обожаю. Просто краски для волос. Я там могу часами проводить время и хожу туда всегда без мужа. Вот, накупила цветов. И я не могу понять, идёт дождь или нет. Все вроде бы без зонтов. Но у нас вообще люди не пуганные. Они редко с собой зонты носят. Обычно здесь все без зонтов ходят. Ну, у нас южане, они такие немножечко безбашенные. Картина, как будто бы написанная маслом. Ну, неужели это печать? Интересно. Вот мои малыши. Вон те алоэ я себе прикупила. Смотрите, какие хорошенькие. Всё, побегу сейчас домой. Холодно стало очень. Как мне перейти дорогу? Наверное, здесь пойду. Эта машина здесь стоит пожизненно в качестве рекламы. Если вам надо насекомых травить. К слову, я попала под дождь. И мои кроссовки остались кипельно-белыми. Единственное, что вот когда я их постирала, видите, на них выступил жёлтый клей. И что с этим делать, непонятно. Хотя кроссовки по-прежнему хорошие и очень удобные. Я их всё равно ношу. Дождя, к слову, нет. Так, а надо ли мне в gratis или нет? Пожалуй, на сегодня, наверное, хватит уже мотаний. Но там очень классная помада продаётся. Беаулис. Просто супер. Я на неё подсела. Которая под маской очень хорошо держится. Или зайти. Блин, такой соблазн есть зайти за этой помадой. Но поскольку вот эта туча меня немножечко всё-таки пугает. А у меня бельё на балконе, между прочим, висит. Мокрое. Его надо бы снять. И куда я его дену, это бельё? Так. Вайкики. Зайти, может быть, не зайти. Зайду, наверное. Вот это вкусно пахнет, очень. Вот здесь дедушка продает билеты, воду. Понимаете, здесь кошечка, смотрите, какая. У меня есть потрясающий талант одеваться не по погоде. При том, что я смотрю на градусник. Точнее, не на градусник, а градусник у меня нет. Я смотрю на прогноз. И было сказано, что сегодня, по-моему, 20 градусов. При этом я вот в таком вот виде окалела. Мало того, что я вся мокрая, у меня мокрые рукава. Но сумасшедшего для бешеной собаки 100-верстный крюк. Мне очень хотелось в буалар. Ой, только не давите меня, пожалуйста. Очень хотелось в буалар, и меня ничто не остановило. И еще сказывается воскресный посиделки дома. Належали мы вчера себе пузырь, как говорит мой папа. Не лежи много, пузырь належишь. Так, мне надо зайти. Будет за стиральным порошком. Какая же красивая у нас растительная. Вот те растения, которые раньше росли в учреждениях, это, по-моему, дженетальмасы. Я могу ошибаться? Три, раньше росли в учреждениях. Вот здесь они прям круглый год. Я, знаете, как турист. Вот живу здесь не первый год, но все равно не устаю. Не устаю восхищаться. Сегодня же 12 апреля, и, по-моему, сегодня ночью начинается пост. Поэтому всех постящихся поздравляю с началом поста. Предвосхищая ваши вопросы, мы не постимся. Поститься... Поститься свекровь. Ой, сейчас я за это посмотрю. Вот эти вот сладости. Это такое смертоубийство. Они жарятся в сиропе, в масле. Ну, что-то типа пончиков. Так. Вот эти вот мишки заполонили весь инстаграм. Но в реальной жизни они смотрятся очень дешево. Мне вообще кажется, что лучше добавить чуть-чуть денег, купить себе серебро, либо хорошую бижутерию какую-нибудь. Потому что хорошая бижутерия иногда стоит как серебро. Кстати, где-то здесь, я видела, продавали гусениц. Все хочу вам показать. Шла, когда туда не успела достать телефон. Смотрите, достают все витрины, потому что дождик был. Дождик прошел, видимо, больше не будет. Слава богу. Бульвар Носултана Назарбаева. И что? Блин, гусеницы убрали из-за дождя. Надо было сразу снимать. Короче говоря, есть такие гусеницы. Тут шелкопряда. У меня у мужа в детстве были эти гусеницы. Он выращивал шелк. Это такое детское развлечение. Еще у него были голуби. Здесь у многих голуби. И гусеницы. Я занимаюсь украшением своего балкона. У меня какое-то гонездование началось. И еще вдохновляют витрины, вдохновляют маленькие магазинчики, потому что кругом рассада, кругом цветы. Каланхоя. Жизнерадостный. Солнцелюб. Всегда цветет, неприхотлив. То, что надо. На балконе у меня отлично прижился. В салоне света маловато, поэтому так себе. Думала, какое же взять. У меня есть белый. Вот этот вот такой розово-оранжевый. А вот этот прям фуксия. Но единственное, что оставалось всего два. И все они были открытые. Видите? Эти еще закрытые. Я долго думала, какой же взять. И взяла два. Вот. Буду пересаживать. Подожду, пока дождь закончится. И буду пересаживать. Взяла свою любимую краску. Оксид шестерочка. В этот раз взяла как базу. Как базу цвет 7-3. Кою Алтын Сары Сына. Он такой золотисто-русый. Я бы сказала. И мы смешаем его с вами. С Юун Бакыр. С насыщенным медным. Вот прям то, что мне нужно. В этот раз смешаю побольше. И все-таки я не отважилась купить полустойкую краску. Красного цвета. Хотя муж говорит, что тебе очень пойдет красный цвет. Но все-таки вот именно красный. Как из серии баклажан. Вот красный, как он есть. Не медный. Мне кажется, он совсем не натуральный. Потому что если еще рыжие бывают девушки и молодые люди. То красных прям... Ну, таких в природе волос не существует. И он очень обязывает. Обязывает в одежде. Обязывает в макияже. То есть моментально превращается в моль. Кстати, они поменяли у них не ребрендинг, как это называется. В общем, другую упаковку они сделали. У них раньше были такие тубы. Они сейчас, видимо, из-за кризиса. Вечный кризис экономический. Они стали делать оксид в таких пакетиках. Конечно, в тубе было удобнее. Потому что можно было использовать часть. Часть закрыть. А вот это менее удобно, конечно же. Ну, что делать? Ну, и в завершении этого видео давайте с вами сделаем полезный диетический салатик из семизотул. Он же портулак. Сначала мы его очень хорошо промываем. Потому что невероятное количество песка. Желательно замочить в уксусе. Нам понадобится традиционный классический кисленький турецкий йогурт. Я всегда покупаю большие ведерки. Далее мы выдавливаем чеснок. Чеснок по вкусу. Салат, кстати, делается очень просто. Самые обыкновенные ингредиенты, которые есть практически любой хозяйки. Чеснок смешиваем с йогуртом. Количество йогурта мы регулируем по количеству вашего салата. То есть вы все делаете исключительно по вкусу. Также в йогурт мы добавляем соль. Я здесь не показала это в видео. И красный перец хлопьями. В принципе, в этот салат можно еще добавить помидоры. Но я помидоры не добавляю. Знаете, в итоге получается что-то вроде как отдаленно напоминающее окрошку на кефире. Вот я добавила многовато масла. Но вы столько не добавляете. Я что-то погорячилась в этот раз. Все перемешиваем. И салат готов. Салат готов. Продолжение следует...